Неутешительные прогнозы по экономике Японии на 2016 финансовый год дают аналитики. Они считают, что при нынешней практически нулевой инфляции добиться роста показателя Центробанку будет крайне сложно. Основные причины стремительной дефляции все те же. Замедление китайской экономики и низкие цены на нефть. И хотя крупные японские компании продолжают получать высокие доходы, зарплаты работников остаются на прежнем докризисном периоде. Следовательно, нет роста экономики. Как в стране восходящего солнца пытаются заставить людей тратить больше, расскажет наш САПКОР в Токио Айгириму Розалеева. Начиная с 2013 года Япония ведет политику качественного и количественного смягчения. Другими словами, финансовый регулятор выкупает гособлигации, чтобы увеличить денежную базу и дать населению возможность тратить денег больше. Все шло по плану. Показатель инфляции начал расти, но неожиданно цены на нефть падают и производимая в Японии продукция стала дешеветь. В итоге бюджет недополучил тех средств, на которые рассчитывал Банк Японии. Инфляция снова ушла в минус. Многие эксперты предполагают, что цена на сырую нефть будет примерно 40-50 долларов за баррель. Но если будет сохраняться текущая цена в районе 30 долларов, то вполне возможно, что показатель инфляции опустится еще ниже. Падение цен на нефть могло бы положительно повлиять на экономику Японии, если бы это произошло, скажем, 10 лет назад. Но сейчас для импортера энергоносителей дешевая нефть оказалась совсем не кстати, поскольку мешает попыткам Центробанка и правительства достичь 2-процентного роста инфляции. Экономисты сомневаются, что показатель даже в 1% слишком оптимистичен для 2016 финансового года, который начнется уже в апреле. Курс иены к доллару на прошлой неделе составил 119. До принятия абеномики курс иены по отношению к доллару составлял 79 иен. Сразу после мер, принятых правительством и Банком Японии, стоимость иены понизилась примерно на 25%. На операции предприятий, связанных с коммерцией, понижение иены, конечно, оказывает благоприятное влияние. Такой курс повышает конкурентоспособность национальной валюты и усиливает позиции страны по экспорту. И, конечно, благоприятно влияет на доходность предприятий. Есть ожидание, что прибыль некоторых компаний достигнет высшего за последние 7 лет показателя. Слабая по отношению к доллару иена и дешевая нефть положительно сказались на корпоративном секторе. В 2015-м доходы крупных компаний меньше чем за полгода выросли примерно на 17 миллиардов долларов. Но, вопреки ожиданиям и прогнозам экспертов, объемы их инвестиций практически не изменились. Премьер-министр Синзо Абе настойчиво призывает бизнесменов пересмотреть свои стратегии и начать с увеличения заработных плат сотрудникам. Печальную статистику приводит Минтруда. С 1997 года зарплаты в Японии не повышались больше, чем на 1%. Эксперты объясняют это замкнутым кругом. Производительность труда растет, себестоимость продукции сокращается, но и покупательская способность населения при этом не увеличивается. Из-за низких цен на нефть даже повышение потребительского налога в 2014-м, которое должно было существенно пополнить бюджет, не привело к ожидаемым результатам. Я думаю, в течение 2016-го финансового года японская экономика продолжит умеренный рост. А перед повышением налога, который запланирован на 2017-й год, произойдет кратковременный рост частного потребления. Корпоративный доход останется на хорошем уровне, но увеличение размеров заработных плат будет очень скромным. Эксперты подсчитали, что для спасения от дефляции доходы населения должны вырасти в годовом выражении на 3%. И снова регулятор идет на непопулярные меры и вводит отрицательную процентную ставку по вкладам, чтобы заставить банки активнее кредитовать экономику. Новость стала приятным сюрпризом для инвесторов. Фондовые индексы сразу пошли вверх, и у Центробанка появилась надежда, что теперь дополнительные деньги бизнесмены все-таки направят на увеличение зарплат сотрудников. А население, наконец, начнет тратить свои сбережения. 4KZ, Токио, Япония.